В небе на луну надежды облагаемых Хрупкая Диана с мощным и сильным голосом и огромным сердцем. Она всегда поет о любви, всегда о добре и о свете, которого не видела никогда, но с которым, кажется, знакома лично. Концерт в музее Горки Ленинские ждали поклонники, но особенно дети. Те, кто из дома, выходят реже, чем обычные, те, чьи движения, возможно, навсегда скованы тяжелыми диагнозами. Детей из центра детства, а там проходит реабилитацию, дети с ограниченными физическими возможностями, мы очень часто приглашаем к себе на мероприятие. Половину всех билетов передали в реабилитационный центр детства, региональную организацию «Каскад-М». Ребят мамы принесли на руках, привезли в колясках. Лишь немногие пришли ножками. Пока здание музея не оборудовано специальными пандусами, но здесь, в музее, обещают, что очень скоро случится и это. А в портере зрительного зала места расположены таким образом, что можно убирать кресло и оставлять место для колясок. Это очень терпеливые дети, как, впрочем, и Диана. Концерт по техническим причинам дважды откладывали, дважды на сцену поднималась певица. Микрофон предательский. Не работал Диана, пела без него. Пели и дети. Но легкая заминка забылась вдруг и напрочь, когда зазвучал волшебный голос певицы. Я всегда готова подарить частицу своего сердца, своей души деткам, потому что нельзя забывать, что я мама. И я думаю, что это главная роль в моей жизни. Поэтому, если моему ребенку кто-то дарит счастье, для меня это счастье, а я готова подарить счастье другим детям. Диана поет и пела всегда. Последние годы творчества она умело сочетает не только с материнством, но и с активной общественной деятельностью. В 2005 году создает фонд по зову сердца для незрячих и слабовидящих детей. Ежегодно проводит международный благотворительный фестиваль «Белая трость». На концерте в горках певица выступала с детьми из столичного театра «Доми Солька». Но уже к середине праздника на сцену стали подниматься дети из зала. И даже те, кто, кажется, в обычной жизни не танцуют никогда, потому что передвигаются только в кресле. Программа под названием «Ангелы надежды» вдруг стала похожа на ангельский хор. Диана пела пронзительно, дети танцевали, мамы плакали. Милые родители, я понимаю, что у вас порой в душе творится, но вы знаете, что у вас замечательные, потрясающие дети. Будьте рядом с ними. Это очень важно для них и для всех, для нас. Счастья вам, удачи. Дай вам Бог всего доброго, всего хорошего. И пусть каждый, как я уже на сцене говорила, пусть каждый наступивший день вам принесет только радость. В горках Ленинских не раскрывают тайну, как они зазвали к себе на концерт звезду, но и не исключили возможности, что хрупкая певица с огромным и сильным сердцем приедет еще. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.